Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире Благо из Бурятии. В предыдущем выпуске мы начали разговор о том, чем обернулось для общества отступление от десяти божьих заповедей и есть ли пути исправления сложившейся ситуации. Мы продолжаем разговор с Иреем Алексеем Шевцовым, руководителем епархиального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Следующая заповедь «Непрелюбодействуй» — вот это же удивительная штука. Мы же говорим, что все называют «не убей, не укради». А вот между ними заповедь «Непрелюбодействуй» — ее наше сознание выталкивает, оно не хочет ее запоминать. Видимо, потому что она такая заповедь, которую нарушать очень хочется. Мне так кажется, по крайней мере. Действительно, сколько мы видим сцен блуда, откровенной демонстрации сексуальности своей на телевидении. Сколько этому учат с экранов наших детей. Вот иногда, простите, даже, наверное, правильнее сказать, слишком часто мне приходится выгонять из-за телевизора вечером ребенка, который начинает что-то понимать, именно потому что мне неловко смотреть. Но вот вы понимаете, мы все ругаемся, Америка там взял пистолет, школьник пошел перестрелял свой класс. И все говорят, да потому что он видел кровищу там на телевидении на американском, игры компьютерные, где там кровь хлещет. И вот у него чувствительность пропала к насилию, к крови, и он пошел всех убивать. Давайте теперь перенесем это же самое наблюдение на то, что наши дети смотрят постоянно сексуальные сцены. У них же пропадает чувствительность к этому. Они же перестают относиться к этому как к стыду. Они же перестают... Вообще слово целомудрие становится уже смешным и ненужным. Или слово девство, девственность. Слушайте, но когда мать говорит дочери своей, ты пока не женись на нем, поживите так. Притритесь, потом посмотрите, может быть, поженитесь. Что это такое? Как не благословение матери, которая должна девочку свою учить целомудрию, как благословение на блуд на самом деле. Но я уверен, что все из нас были свидетелями таких разговоров между родителями и детьми. К сожалению, плохо у нас в этом смысле. И огромное количество разводов, и огромное количество примеров плохих, которые нам подают люди, которые должны быть для нас авторитетом. Это, к сожалению, тоже имеет место быть. Не укради заповедь. Ну, как у нас в стране с этим обстоит дело, мы все понимаем, к сожалению. Потому что у нас хорошо живут, наверное, не те, кто созидают что-то по-настоящему ценное и новое, а те, кто смогли устроиться, могли попасть в поток финансовый, из которого они могут что-то выхватывать. Не обязательно тут говорить о коррумпированных чиновниках или оборотнях в погонах. Это на всех уровнях. Вот у меня есть знакомый, да, ну не в этом городе, в одном из южных городов. Он примерный семьянин, у него там трое детей. Он один из младших директоров в сети спортивных магазинов. В общем, он причащается, детей причащает. Крест у него висит на его загорелом теле больше, наверное, чем у меня, у священника. Но у него поговорка, работа должна быть такой, чтобы деньги платили и чтобы было еще что взять. Вот то, что он может найти такую работу, это у него в темнушке сложено. Это пачечки отработанных, как у нас говорят, футболок, кроссовок. Он примерный семьянин. Ему никто не ткнет в глаза ни жена, ни окружающего. Он молодец, он умеет жить. Правда же? Как с заповедью не укради в этой ситуации, я не знаю. Начинаешь людям говорить, все говорят, мы не такие, ну ладно, вам только кажется, так я уверен. Потому что примеров масса. Вот всех спрашиваешь, вот компьютеры у всех есть, все говорят, да, у всех есть. У вас там программное обеспечение все купленное или большей частью украденное? Все говорят, ну это же типа американское, не наше, можно ее украсть. Но тебе же сказали, мы не хотим, чтобы ты брал этого без спроса. Ты это воруешь. Но это все равно делается. Мы ездим по плохим дорогам, мы постоянно слышим о скандалах с невыплатой зарплат рабочим. Мы видим порой, насколько не соответствуют зарплаты некоторых чиновников машинам, на которых они ездят, или их домам. И, в общем-то, мы все привыкли к тому, что можно нарушать эту заповедь. И можно нарушать ее безнаказанно, до поры до времени. Заповедь не лжесвидетельства, это вообще самая трудная заповедь в исполнении. Особенно с тем состоянием, в котором живем мы сейчас. Я имею в виду в том информационном пространстве, в котором мы пребываем. Заповедь не врать, она вообще девальвировалась, обесценилась. Потому что, ну, очень мало правды мы видим по телевизору. Либо это какая-то своя правда у людей, либо это правда сознательно созданная. Но ладно бы по телевизору. Заповедь не лжесвидетельствуй, с моей точки зрения, самая трудная в исполнении. Потому что очень нетрудно попробовать ее исполнить хотя бы один день. Не привирать. Про других не привирать, не приукрашивать, обсуждая и осуждая. Про себя не привирать, не приукрашивать, когда ты пытаешься себя лучше выказать. Перед другими. Просто когда тебя спросили, почему ты не помыл посуду? Или почему ты переел сегодня перед сном? Честно ответить себе. Я ленюсь, а не потому что я устал или день был тяжелый. Безумно трудная заповедь. Безумно. И мне, как священнику исповедующему, конечно, очевидно, что насколько просто, казалось бы, не врать, настолько трудно людям эту заповедь исполнять. Людям и мне в том числе. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И, наконец, заповедь не пожелай добра ближнего своего, кратко ее так назовем, которая сводится, по сути, к пожеланию от Бога не завидовать другим. Один священник, мудрый, очень образованный, вдумчивый священник, сказал, у нас формировано общество завистливого большинства. И в нас это культивирует. На самом деле, в нас культивирует это реклама телевизионная, потому что мы же очень часто покупаем то, что нам не надо, а только руководствуясь тем, что вот у актера или у спортсмена в рекламе это есть, надо, чтобы и у меня было. В нас это культивирует просто созданием привлекательности образа жизни потребительского общества. К помойке страшно подойти вечером в воскресенье в любом дворе. Не надо же далеко ходить. Ты же видишь, что там очевидно выброшены продукты, которые просто не съели, которых набрали. А зачем это было сделано? Ну, потому что должно быть не хуже, чем у других, наверное. Потому что вот где-то по телевизору показывают вот такой стол, а у меня будет такой стол. Печальная очень заповедь. И, в общем-то, она же о том, что дело не в том, что счастье твоей не измеряется тем, с какой завистью смотрят вслед уезжающей машине твоей, на которой ты уезжаешь. Не в этом же дело. А дело в том, насколько правильно устроена твоя душа. Но очень мало людей могут это сделать. Очень трудно перенести больший достаток ближнего человека или дальнего. Очень трудно перенести больший талант, большую успешность, большую карьерную успешность другого человека. Дальнего легче, ближнего вообще невыносимо это переносить, если у кого-то что-то получается лучше, чем у тебя. Но вот эта заповедь, она десятая хоть, но она со всей очевидностью говорит нам о том, что заповедь – это предупреждение, вот как к ребенку. Ты не клади руку на горячую плиту, ты обожжешься. Вот заповеди надо понимать именно так. Не то, что на тебя родители рассердятся, будут тебя колотить там и руку у тебя отрубят. Нет, ты сам себе сделаешь так, что тебе будет больно. Вот зависть – очевиднейшая иллюстрация именно вот этого подхода к заповедям. Не завидуй. От твоей зависти будет плохо в первую очередь тебе самому. Тебе будет больно. Не делай так. Как с ребенком. Ну и в окончании разговора очень, мне кажется, целесообразно сказать, что на самом-то деле заповеди 10, они не вполне христианские. Они очень близки к тем вещам, которые называются общечеловеческими ценностями. А на самом деле, еще раз повторим, они возникли полторы тысячи лет до Рождества Христова. Примерно полторы тысячи лет. Эти заповеди были даны людям, которые вообще ничего не понимали в моральном смысле. Были совершенно диким кочевым племенем. Им надо было говорить – не убивайте друг друга, не крадите друг у друга, не блудите направо и налево. Ну вот, фактически, людям в скотском состоянии нужно такое говорить. Мы-то мним себя цивилизацией культурной. Мы же мним, что у нас эволюция какая-то идет, прогресс моральный в том числе. Но оказывается, что и у нас, как у того дикого племени, очень плохо с самыми элементарными, базовыми вещами. И нам приходится говорить это снова и снова. И мы снова и снова не хотим эти заповеди знать, и как следствие не хотим выполнять. В результате мучаемся. Мучаемся сами. Мучаем окружающих и мучаем себя. А вообще пути выхода из этого есть какие-то? Это серьезный вопрос, предельно. И он имеет ответ, конечно, «Живи по заповедям, и все будет хорошо у тебя». Но, к сожалению, мир – это, знаете, как такая горка, такая скользкая, наклонная. Что бы ты ни подумал, в какое бы ты место ты ни стал, тебя будет сносить все равно, ты будешь скатываться. Мир действительно устроен таким образом, что очень трудно эти заповеди соблюдать в обыденной жизни. Ну, разве что, кроме вот этих простых «не убей, не укради». Но и то, у многих людей проблемы именно с этими заповедями. Я считаю так, хотя бы не надо считать это нормальным, то, что ты их нарушаешь. Не надо говорить себе «все так делают, и я так буду делать». Ты – христианин. Все будут судиться по-своему, перед своей совестью, перед Божьим судом, а ты сам станешь. И оправданием перед вечностью слова о том, что «все так делали, и я так делаю», они не будут приняты во внимание. И, скорее всего, твоя совесть, в первую очередь, они будут тебя обличать там. Ну, нельзя во время погрома идти и убивать людей только на том основании, что все так делают. Нельзя блудить, потому что ты видишь, что кругом блудят все. Для нас же есть отвратительные вещи. Для нас противоестественный секс отвратителен, и мы так не делаем только потому, что все больше и больше людей этим делом занимаются. А почему мы в остальном себе должны позволять это делать? Любой грех, он отвратителен, безобразен, липок, мерзок, и так же пагубен для души, как что-то такое кровавое или безобразно сексуальное. Не надо считать это нормальным. Знать, быть предупрежденным с этой стороны, что можешь повредить, во-первых, своим отношением с Богом, во-вторых, здоровью своей души. И рано или поздно Господь подает ситуации, в которых человек, даже греша, выходит из необходимости грешить. Очень много, к сожалению, видов деятельности у нас сейчас связанных с воровством, допустим. Нельзя там не брать откаты, на тебя не так посмотрят. Но ты же не прибит гвоздями к этому месту. Ты же можешь в конечном счете, если это для тебя действительно важно, изменить это место работы. Апостол сказал, Господь и намерение наше целует. Если мы хотя бы будем намерены жить по заповедям, это уже первый шаг к тому, чтобы реально по ним жить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи. А вам всем традиционно желаем всего самого доброго и только благих вестей в вашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова